Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали 2000 лайков. Давайте побьем этот рекорд, и если вы хотите, чтобы ваш учебный год закончился максимально отлично, чтобы у вас были самые лучшие оценки, то поставь лайк, и у тебя будет самый лучший выпускной и самое лучшее лето. Просто поставь лайк ради лета. Любимая ваша рубрика «Слежка за игроками», а это комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Забыл, дорогие друзья, сказать. Это Мордор РП, а меня зовут Личи. И сегодня будет проверка и слежка за игроками. Кто чем занимается, что где создает в онлайне. Поэтому, ребята, берите обязательно чай, кофе, чепенюшки. Ролик будет действительно интересный. Ну, а мы, в принципе, начинаем. Чтобы, собственно говоря, начать данную слежку, нам нужно забраться на какое-то неприметное место, в котором нас абсолютно никто не будет видеть и не замечать. Поэтому сейчас поднимемся немножечко на гору, на вот такую вот импровизированную. И оттуда мы уже сможем, как минимум, максимально четко и красиво все это проверять и следить. Кстати, место безумно очень красивое. Я даже не знал, что тут есть такое, прям вот такая вот красота. Да, вау, мне на самом деле безумно нравится. Ну, а мы, я думаю, погнали проверять и смотреть, что есть. Поэтому давайте начинаем с игрока, с айдишником 1, Ре-1. Так, это у нас Роман Бачевкин. Он у нас, видимо, просто обычный трудяга, который идет на работу. Видимо, нет, заканчивает работу. Да, он, видимо, устал. Ну-ка, у него, кстати, крутой скин, максимально классный. И, нет, он не закончил работу. Видимо, какой-то баг он использовал для того, чтобы начать работу заново. Либо у него что-то залагало. И он возвращается в туннель. Окей, давайте теперь возьмем игрока с айдишником 10. И посмотрим, что делает он. Так, ну он просто спит иногда. Эх, сладких снов, пацану. Окей, так, а тут у нас новичок, который куда-то летит на своем мотобайке. Ну, как на своем, просто взял и арендовал какой-то велосипед, чтобы куда-то ехать. Скорее всего, он едет куда-то на работу. Можем вернуться к нему чуть попозже. Айдишник у него 15-й, поэтому труда не составит его найти. Теперь давайте посмотрим за игроком 25. Так, этот игрок просто стоит и все. Видимо, ждет трамвай. Окей, жди трамвай дальше. Я не против. А мы будем искать игрока 125. Давайте посмотрим, игрок 125. Это капитан какого-то судохода. Ребят, посмотрите, какой-то чувак просто стоит. Вот так вот на месте. И да, охраняет что-то. Охраняет корабль. Да, ясненько. Окей, тогда мы его не трогаем. Пускай дальше охраняет. И смотрим, игрок 12. Игрок 12. Такого нет. Давайте игрок 14. И это чувак на велосипеде. Который приехал на авторынок, чтобы купить, скорее всего, какую-то тачку. Ну, в принципе, идея крутая. Почему бы и нет? Они там друг другу что-то продают. Братан. Что-то говорят. Братан, братишка. Окей, у людей денег нет просто. Да, что-то там мутят. Продают, торгуются. Так, этот игрок у нас вообще в больнице отдыхает. Ну, окей. Тех-то в больнице тоже. Не будем трогать. Пускай отдыхают. А это у нас в казино. Да, в казино у нас действительно много развлечений. И, видимо, там тоже много суеты. Ставят ставки. Окей. Давайте попробуем взять 43. Вот этот и... Опа. А вот этот чувак, видимо, застрял в тюрьме. Это все ребята, кто попал в тюрьму. И они тут, видимо, играют в какие-то игры. Это называется Деморган, если я не ошибаюсь, место. Где сидят игроки, которые себя очень плохо вели. Кстати, у него очень прикольная мартышка сидит. Собственно говоря, на нем, блин, очень прикольно. Классно прямо смотрится. Окей. Давайте смотреть что-нибудь еще. 44, к примеру. Давайте вот так вот 44. И посмотрим, кто это. Это чувак, который работает в банке. Ой, в банке. Тьфу ты, в казино. И он тут у нас расставляет игральные кости. Видимо, что-то еще. Этот чувак у нас с ником Лестерсвит. Видимо, ищет аренную тачку. Сейчас он возьмет в аренду себе велосипед. И куда там тоже мчится. Тоже куда там мчится. Если что, я про того игрока не забыла. Мне прямо интересно, что там может быть. 46. Ид 46. Опа. Этот чувак у себя в домике. В автодомике. А в доме на колесах. Кстати, как прикольно выглядит дом. И красивый скин у него вообще. Это, видимо, донатный скин. По-любому. Почему-то я думаю, что этот скин абсолютно донатный. Вот даже ради прикола я хочу зайти в меню. И посмотреть донат. Игровая валюта. Одежда. Да, я по-любому, по-любому, по-любому. Этот скин донатный. И он один, наверное, из самых дорогих. Нет, он не донатный. Где он такой нашел? Блин. Топовый скин. Так, окей. Тогда продолжаем слежку. Смотрим вообще, что вообще происходит. Ну, вообще никто никого не обижает. Все себя ведут достойно. Вот прям максимально. 77. Опа. У чувака прокололась крыша и... Ой, колесо. И они падают куда-то. Нет, ё-моё. Как они будут выбираться из этого леса? Я даже не представляю. Вот как. Так, что у них случилось такого в дороге? Что у них пробило колесо? Тачка вся разбита. Скорее всего, это была какая-то погоня или нападение. Потому что, блин, ну, остаться в таком месте вообще непонятно где. Вообще в лесу, где-то в горах. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Еще автобусы сбивает. Ну, походу, хана их тачки. Это просто жесть. Сейчас они... Еще чуть-чуть, и они просто свалятся. И... Это вообще не круто. Он просит сейчас помощь. Я надеюсь, что ему действительно кто-нибудь поможет. Потому что тачка просто уже разбита. И ей на самом деле жесть. Блин, надо будет как-нибудь им помочь. Вызвать кого-нибудь к ним. Чтобы они могли помочь этим ребятам. Ну, то как-то очень жестко с ними, блин. Эх, надеюсь, что кто-нибудь реально им поможет. Давайте дальше посмотрим. 78-й игрок. И он отдыхает просто. Ну-ка, давайте теперь вернемся к нашему игроку, за которым мы вначале следили. 15-й. Он где-то в больнице. Он доехал до больницы. Ну, ладно. В принципе, почему бы и нет. Как бы, видимо, он просто сюда спешил, торопился. Ну, окей. Ладненько, давайте отключим этот режим. Потому что я, в принципе, посмотрел. И нужно будет сейчас доехать до полиции и сообщить, что игрок 46 требует помощи. Потому что он действительно в беде. Надо будет к нему выезжать. Поэтому, ребята, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в Мордор РП? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой телефон. Нет разницы, что у тебя Honor, Samsung или Huawei. Игра идет абсолютно на любой телефон. Без каких-либо различных, там, не знаю, характеристик. Поэтому обязательно. Если у тебя Android, то значит тебе эта игра точно пойдет. И ты сможешь играть. А также, а когда скачаешь ее по ссылочке в описании, обязательно вводи мой промокод, который даст много денег. Для этого, ребят, смотрите, что нужно сделать. Когда вы зашли в игру, вам нужно в чатике написать слэш меню. Далее у вас открывается вот так вот меню. И вот тут посередине меню промокод. Нажимаете на промокод. И далее, появившемся окне, нажимаете на кнопочку 2. Ввести промокод. И вы нажимаете выбрать. Теперь вот тут надо написать хэштег 2023. Как только вы напишите хэштег 2023, вот так вот, нажимаете далее, и вы сразу же получаете много денег. Они у вас появляются, собственно говоря, вот в этом замечательном месте. Прямо вот тут, возле кулачка. И вы можете играть без каких-либо проблем дальше. Поэтому, ребят, в принципе, на этом все. Кодовое слово в этом ролике. Бускайбуслежка. Все, кто напишет слово слежка, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был Личи. И всем до скорых встреч.